Добрый день! Я думаю, что многие из нас думали, как бы сделать что-то такое этакое, чтобы оно прыгало, бегало, роботов или всякие там какие-то устройства, что-то такое необычное, чтобы работало оно в пользу человечества и все было прекрасно. Как связать, мы всегда говорим про программирование, а вот как заставить, чтобы оно было не только на экране, но и чтобы оно еще ездило, крутилось и летало. И есть такая прекрасная вещь, которую придумали где-то лет 30 назад или может даже раньше были разработки, это микроконтроллеры. Это очень прекрасная вещь, которая позволяет программисту быть не только программистом, а еще инженером, которая дает очень много возможностей выйти за пределы экрана и делать, и творить, и создавать. Они бывают очень разные. Они бывают сложные, простые, мощные, слабенькие, примитивные, списки очень большие и с ними все прекрасно, есть на любой вкус и цвет. Но сегодня у нас будет речь про Ардуино. И зачем она вообще существует? Вот решили ребята из Италии придумать такую плату, которая называется Ардуино. Ну вообще создать проект, а платы у них называются вот так. Уно, мега, промини, липед, нано, леонардо еще есть и делают. Три года уже пытаются выпустить одну плату. Что-то они пытаются сделать и выбор не такой уж большой, как бы был в случае микроконтроллеров. Это уже более такие, не очень их много, но есть на то свои причины. И почему, ну вот среда разработки, как там пишется код, вот написан примитивный блинк, который пишут всех. Это как Hello World в программировании и без него никуда. Это начало, это начало как бы всему в сфере Ардуино. Научиться программировать Ардуинку можно за неделю. За неделю можно выучить все. Все программирование просто, ну потому что пророс весь инет. Серьезно, ее просто, эта Ардуинка кишит весь инет, весь ютуб, все статьи. Ее так много, что просто уже бесит она. И ее, много ее, хватит. И получается, вот есть плюсы и минусы. Что они сделали, вот зачем, ну то есть зачем они ее придумали? Вот если есть хорошая вещь, как микроконтроллеры, бери и делай. В угоду простоте. Потому что программировать обычные микроконтроллеры, не так сказать, что сложно, но очень непросто. Нужно иметь опыт даже в программировании, даже не все там получится сразу, там сложно, непонятно, там страшно. А еще если такое есть страшное слово, там как ассемблер, это вообще все какой-то там ученик 8, 9, 10 класса скажет, нет, пойду играть в доту. И они сделали, реально они сделали хорошую вещь, которую программировать просто, которую программировать даже приятно. Там все понятно, все просто. Не хочет включаться следующий слайд, на котором очень много, ну вот включился. На нем все, к чему приводит популярность. Это очень много шелдов, это очень много датчиков, гигабайты библиотек, всемирная популярность, потому что она такая одна в своем плане. И просто датчиков и шелдов есть реально на любой вкус. Я не знаю, какие надо поставлять задания для такой вещи, чтобы их просто не нашлось бы какого-то датчика, который бы вам помог. Датчиков есть много, датчиков есть разных. Все прекрасно, все это стоит, они при том, что делают китайцы, и это не так, как айфоны, что их они не могут продавать. Все там прекрасно стоят копейки, и реально начальный сетап, чтобы полностью все себе собрать, 15 долларов. И даже меньше, смотря от задач. То есть даже не надо иметь паяльника. Все можно делать и начинать можно вообще с копеечного бюджета и комп. Причем комп можно вообще примитивный, чтобы можно было хотя бы видео посмотреть. Ну и возвращаясь к предыдущему слайду, есть один такой минус. Не раскрыт полностью потенциал контроллера. Не смогли в угоду простоте, теряется функционал и теряются некоторые полезные функции. Хотя, как я считаю, не все они так нужны, и не все они так полезны тому, кто начинает. И вот почему я стою перед вами, почему я рассказываю. Я хочу рассказать, как я с этого начинал, как началось мое изучение. А началось мое изучение Ардуинки, по сути, реально с LEGO Mindstorm. Когда я учился в Шаге, на второй год я там учился, мы создавали роботов с LEGO, крутили их как могли. И я загорелся, типа, давайте, я тоже думаю, куплю себе. Но посмотрев на цену LEGO, я думаю, что лучше я как-то себя где-то в другой области найду. Но я додумывался все-таки подойти к преподавателю и сказать, ну дорого, а есть какие-то аналоги. И он говорит, почитай про Ардуинку. И вот реально тогда я начал читать, я начал изучать Ардуинку, смотреть уроки. Вот, кстати, есть уроки, кому надо, кому, кто хочет посмотреть, тот может посмотреть. Уроки хорошие, их много. Есть книжка даже, которую я прочитал, и там реально все хорошо написано. Книжка хорошая, написана студентом, который делает уроки, переведены вон на сайте, на канале Амперки. Там они переведены, хотя не все. И вот как-то я начал, я начал крутиться, я начал что-то делать, я начал. И все было просто. Я сделал первый заказ на Алиэкспрессе, мне привезли. Я потратил минимум денег и получил тонну удовольствия. Мне понравилось, не понравилось. И вот сейчас я пытаюсь выучить то, что лежит внутри Ардуинки. Тот микроконтроллер, который стоит перейти на более высокий уровень, нежели просто играться с Ардуинкой. Да, можно остаться на уровне Ардуинки, если вам просто это интересно. Но реально совет мой, если вы учили Ардуинку и знаете ее хорошо, лезьте дальше. Да, дальше будет сложно. И сначала главное не отпугнуться сразу. Главное вначале прочитать одну статью, понять как что, поспать пару дней, подумать, как она работает. Вы поймете, а вы поймете. Потому что не сразу все понятно. И можно выучить. Можно я вот учу, учу в связи с моим ЗНО, которым давит, давит, давит на тебя. И месяц остается. Я все равно нахожу для себя время выучить эту прекрасную вещь. Потому что это реально, почему ценят нас, потому что, ну от КПИшников, почему это говорят. Потому что стык двух наук. И вот здесь происходит стык программиста и стык инженера, который разрабатывает платы, которые создает устройства. Потому что мир микроконтроллеров открывает очень большие возможности. Можно создавать приличные устройства и творить очень веселые вещи. Потому что они есть везде. Эти микроконтроллеры прорастает мир. В тех телевизорах, там есть как минимум две ардуинки, которые я видел. Там есть микроконтроллеры. В материнских платах есть микроконтроллеры. В телефонах есть, в роутерах есть, везде. Еще одну такую хотел тему затронуть. Как вообще безопасность и кибербезопасность. Да, она немножко не подходит под мое выступление. Но есть такая вещь, почему есть система математической защиты, есть система технической защиты. Есть железо, а есть прога. Так вот, когда что-то ломают в какой-то программе, где-то там, ее быстренько латают, выпускают новый патч. Раз, все, и закрыли. Да, там улетает что-то, но все равно ее закрывают. А вот когда ломают что-то, какое-то устройство из-за одного микроконтроллера, который заблокированный, его уже никак не перепрошить. И когда там находят какую-то уязвимость и начинают просто творить что-то невероятное, то это начинает просто большая паника у всех, потому что это надо сносить все. А эти микросхемы уже все впаяны, лежат на складах. Они лежат, еще может будут производиться, и надо выпускать что-то новое. А это непросто, и почему защищать именно аппаратную часть? Очень важно, как сказать, больше нужно даже внимание уделять аппаратной защите, даже нежели программной, хотя и там не так все просто. То есть еще с помощью микроконтроллеров, тех же самых, можно некоторые тоже удивительные вещи делать, так как глушить какие-то сети, вредить людям. Иногда нужно делать это с такой целью, как бы, ну, который вот надоел там сосед, музыку слушает, выключил. Вот, например, даже я сейчас могу вам всем выключить интернет, причем в прямом смысле, если вы подключены к Wi-Fi. И вот такая интересная вещь в мире есть, как сфера микроконтроллера, сферы там, где бегают байты по проводам, а не в компьютере и не в программках. Ну, вот как-то так. Спасибо.